Друзья, всем привет! Значит, вот такая вот небольшая горка посылок у меня собралась за этот год. Интригу сохранять не буду. Скажу сразу, в этих посылках находятся кнопочные телефоны. Есть устройства 2016 года, есть 2017 года, есть также новинки. И есть несколько бестселлеров, скажем так, телефонов, которые были популярны на начало 2000-х годов. Как выяснилось, у меня на канале среди моих подписчиков есть много тех, кто отдает свое предпочтение кнопочным телефонам. И эти ребята мне постоянно пишут, Дим, почему ты нам всегда показываешь какие-то огромные безрамочные лопаты? Покажи что-нибудь из кнопки, покажи что-нибудь новенькое, покажи то, что будет работать. Друзья, есть что вам показать, есть что распаковать, и сегодня мы этим займемся. Сейчас я буду быстренько распаковывать эти посылки и вкратце рассказывать и показывать вам, что же находится внутри. Друзья, а если что-нибудь вам приглянется из этих устройств, более подробной информации о нем и о всех остальных будет на лайт-канале. Ссылочка будет внизу в описании, так что кому нужно, переходите, смотрите. Ну что ж, как говорится, меньше слов, больше дела. Итак, первая посылка. Сейчас мы ее распакуем. Вот в такой вот упаковочке поставляется у нас кнопочный телефончик под названием Hevel или Hevel X1. Значит, сам телефон имеет отличный аккумулятор на полторы тысячи миллиампер и небольшой дисплей, диагональ которого составляет 2,4 дюйма. Давайте раскроем и достанем его оттуда. Вот так вот выглядит у нас сам телефон. С русской клавиатурой, конечно же. Под крышечкой видим большой аккумулятор. Два слота под сим-карты и дополнительный слот под карту памяти microSD. Так, один есть. Вторая посылка. Сейчас раскроем и посмотрим, что внутри. Упаковочка не очень. Здесь у нас находится, значит, телефон серво модель 93-00. Вот так вот выглядит у нас сам телефончик. Металлическая рамочка вокруг. Да, это все металл. Кнопки, конечно, пластмассовые, но металлическая рамка. Также диагональ дисплея составляет 2,4 дюйма. Аккумулятор у нас на 1400 миллиампер. Также два слота под сим-карты смартфон имеет и дополнительный слот под карту памяти microSD. Где-то есть такой же у меня, только в коричневом цвете. Цвет шоколад называется. Сейчас мы его там найдем. Так, в общем, есть второй. Итак, поехали дальше. В какой-то из этих посылок должен быть такой же телефон, но в цвете шоколад. Хотел бы вам его показать. Сейчас посмотрим. Хорошо, что такое. Да, вот он в коричневом цвете. Так называемый цвет шоколада. Симпатичненько смотрится. Теперь давайте посмотрим, что находится вот в этой маленькой посылочке. Хорошая упаковочка. Итак, это у нас очередной кнопочный телефон. Название его Linguin N1. Linguin, как из мультика Рататуй. Linguin N1. Вот такой телефончик у нас. Достаточно симпатичненько смотрится. Диагональ его дисплея 1,8 дюйма. Точнее, даже 1,77. Батарейка у нас. Сейчас раскроем, посмотрим. Батарейка у нас 600 мА. Два слота под сим-карты и дополнительный слот под карту памяти microSD. Вот такой вот. Еще, друзья, я обнаружил у себя такой же телефон, только в красном цвете. Вот так вот выглядит устройство в красном цвете. В этих телефонах есть один недостаток. У них один динамик служит как разговорный и как мультимедийный. Поэтому вашего собеседника могут слышать люди, которые окружают вас. Еще хочу открыть вам один секрет по поводу этих телефонов. Магазин Гребест продает их за достаточно смешную сумму. Что-то порядка 10 долларов. Но без русской клавиатуры. В общем, если я найду ссылочку, я оставлю ее внизу в описании. Зайдете, посмотрите. Итак, следующая посылка. Вскрываем, смотрим. Здесь сразу три телефона. Это у нас телефоны серво. Модель V8240. Эти телефончики я не покупал. Мне прислал их продавец с сайта Алиэкспресс. Прислал сразу три. В разном цвете. В общем, сейчас посмотрим. Итак, первый телефончик. Открываем, смотрим. Вот так вот выглядит у нас сам телефон. Русская клавиатура. Диагональ дисплея 1.8. Батарейка у нас, не помню, надо посмотреть. Батарейка написано 1500 мА. Ну, это неправда. Ампер 800 может быть и есть. Я в прошлом году ходил с таким телефоном. Очень мне понравился. Две сим-карты здесь также. Отдельный слот под карту памяти microSD. Телефон неплохой. Так, это у нас вот в таком цвете. Давайте сейчас посмотрим следующую. Вот в таком цвете есть еще. Черный с оранжевым. Да, и третий. Черный с синим. Вот такие вот. Эта моделька не новая. Она 16-го года. Но, как показало время, очень надежная. Итак, следующая посылочка и следующий телефончик. Эту посылку я заказывал в магазине BestSeller. На Алиэкспресс находится магазин. Заказывал два или три устройства, не помню, для своего товарища. Сейчас посмотрим, что находится внутри. Вот такая вот упаковочка. Почему-то сдулась. И здесь находится вот такая коробочка. А внутри этой коробочки находится вот такой вот телефончик. Это у нас оригинальная Nokia. Модель 6100. Заказывал я его для своего товарища. Товарищ у меня бредит такими вот старенькими устройствами. В данном магазине, магазин BestSeller называется, можно приобрести восстановленные телефоны. Вижу, здесь тоже меняли корпус. Давайте попробуем хоть включить его. Как он здесь, как он вообще работает или нет. Включился. Вставьте SIM-карту. Ну вот такой аппаратец. Где-то еще есть один. Сейчас посмотрим. Да, друзья, нашел я среди этих посылок еще одно такое же устройство. Вот такой вот коробочке. А, но это другая модель уже. Вот такой вот телефончик. Без единой царапинки. Модель, не помню, по-моему, 3100 называется он. Да. Давайте попробуем его включить. Будет ли он работать. Корпус тоже помененный. Включаем. Включился. Все работает. Знакомый звук. Каждому, наверное, из вас. Комплектация. Что здесь в комплектации? Зарядное устройство. И руководство по эксплуатации. 100% русского языка в нем, конечно же, нет. Ну, вот такой вот. Так, друзья, среди этих всех устройств я у себя обнаружил еще вот такой вот Hevel или Hevel, или Hevel, или Hevel, как его правильно. В общем, задняя крышечка у него красненькая. Вот так вот он выполнен, смотрите. И еще обнаружил вот такой вот серво 93.00 в синем цвете. Вот так вот смотрится в синем цвете телефончик. Ну что ж, на этом я, пожалуй, буду заканчивать свою распаковку. Ссылочки где-то все приобреталось и по какой цене. Я, как обычно, оставлю внизу в описании. Сразу хочу отметить, что цена на самое дорогое здесь устройство не превышает порядка 18-19 долларов. Более подробная информация об этих телефонах есть на лайт-канале. Ссылочка также внизу в описании. Так что, кому интересно, переходим, смотрим. Ну, а у меня на этом все. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока!